Как пришла в голову мысль разработать собственную макевару? Насколько она оправдывает ожидания тех, кто на ней работает? Макевару собственную конструкцию, как раз камертон Шилова и МБШ, было задумано сделать очень давно. Я уже струбняюсь сказать, сколько лет назад, наверное, потому что там под двадцатку, наверное, скоро будет лет, как это все придумано. Это камертона касается. МБШ была придумана намного позже, но уже больше десяти лет тоже, мне кажется, прошло. Задумана она была потому, что я являюсь, я сказал, что я являюсь юзером всего, что я разрабатываю и делаю, и в плане медицины, и в плане боевых искусств. Я до этого работал на самых разных макеварах, на традиционных, гонных, и на столбах, и на досках пружинищах, и на всем, на чем угодно. Пришел к выводу, что мне хочется еще и другое. Объединить в себе несколько свойств и качеств, которых по отдельности нет в других макеварах. Поэтому, да, и к тому же мне хотелось, чтобы макевара могла обязательно регулироваться силой сопротивления, жесткости и так далее. Была разработана конструкция, она прошла испытание, все получилось, замечательно, все работает, очень делает, нравится. О популярности и об успехе говорит огромное количество подделок и контрафактов, которые, несмотря на то, что сама макевара, ее конструкция и НТД, все это запатентовано. Вот, то есть, он подделывает, но заканчивается тем, что, конечно, те, кто приобретает это дело, либо разочаровываются в макеваре вообще, либо те, кто по умению, не находят настоящую макевару потом у меня, потому что настоящие макевары камертонные бэши, никому не делегированные, то есть они и производятся, и продают столько в моей компании Будушины, больше нигде. Если где-нибудь в этом увидите, значит, это точно подделка. Вот. Значит, так вот, подделки не оправдывают часто, значит, ожидания людей, потом они приобретают настоящую, и тогда мы видим массу положительных отзывов, всем, кто нравится, кто работает на макеваре методично регулярно, получают прекрасные результаты вне зависимости от практикуемых направлений. Хочу сказать, что макевара в последнее время, вот именно в моей конструкции, завоевывает те направления боевых искусств, которые раньше к макеваре не имели отношения совершенно никакого. То есть это тоже бокс, это ММА. Даже в хоккее применяют люди макевару камертона, отрабатывая различные бортовки и толчки. Вот. Почему? Потому что там люди открыты. Для них это самоснаряд не ортодоксальный, а абсолютно новый. Они ко всему новому тянутся, если это работает, они применяют. А вот, как это ни странно, в СМС-де-карапистской гораздо труднее макевара пробивать себе путь, потому что, мы говорили уже об ортодоксальность, они цепляются за ортодоксальность во всем, в том числе и в макеваре. Чем она больше похожа будет на ту доску, которая была у прадцов там, и в СМ-конструкции, тем не считают это лучше. Время все покажет, на самом деле. Вот. А результаты есть, и очень серьезные. Когда-то, например, вот просто пример приведу. Ко мне на семинары приезжают боксеры, специальный семинар, мастер-классы по работе на макеваре. По корпусу ставим удар на макеваре, и люди начинают укладывать людей ударами по корпусу, чего раньше у них никогда не получалось. То же самое было с мастерами, ну, с ребятами, которые занимаются тэквондо. Ногами у них все там супер-пупер, нокауты и все такое, а руками удары вообще носили факультативный характер. В жилет, в грудь там и все. Так вот, поставив удар на макеваре, даже удары, вообще нокаутировали ударами руками в корпус через жилет. Можете, соответственно, представить суть. Удивительно то, что, несмотря на это все, бойцы Кюкушина почему-то не горят желанием освоить технику, ну, заниматься на макеварах, на этих, по крайней мере, там активно. Есть у Макса Дедика, там у кого-то еще, но так, чтобы прямо спрос большой был. У Кюкушиновцев я что-то не наслышан. Хотя, удивительное дело, я говорю, это текландисты стали через жилет нокаутировать ударами в грудь. Какое бы это было подспорье для бойцов из Кюкушина, которые точно так же голыми руками сажают в грудь, но без жилета. Ну, там вообще было просто нугра. Хотя, с другой стороны, может, там так и лучше. По крайней мере, они хоть не поубивают, да, вдруг. Ну, это шутка. Так. Макевара-мешок, как найти золотую середину? Золотая середина, ее не золотой середины. Отдельно нужна макевара, отдельный мешок. Ни один самоснаряд не закрывает все там аспекты, для снарядной подготовки полностью. Никогда макевара не заменит, например, работу по лапам, хотя с ними может одновременно сочетаться. Не заменит она некоторые аспекты работы на мешке, а мешок никогда не сможет дать то, что может дать макевар. И лапы никогда не смогут дать то, что может дать макевар. Но могу сказать одно. Наиболее мощный и сильный удар пробивной, а также укрепление ударных поверхностей, можно добиться только на макеваре. Ни на мешке, ни на настенной подушке такой мощи в ударе не поставить. А уж там укрепление рук однозначно. Только на упругой макеваре самое лучшее достижение. Мешки, особенно на растяжках, пневматические, тяжелые мешки, они должны быть для других вещей. Вот работаете. Серийные техники, какие-то тактические моменты, подходы, отходы и так далее. Лапы, ну это вообще отдельная тема. Но макевара это своя фишка. Поэтому снаряды надо использовать во подготовке все. Никакой золотой середины не существует.